Здравствуйте! О новостях дня вам расскажут корреспонденты Бюро новостей Давича. Я Дмитрий Житарчук. Смотрите в этом выпуске. Что ремонтировать в первую очередь? Сегодня решали кировские общественники на специальном заседании. Мы ее расстоим. Настойчиво прошу, чтобы этот объем учтенных пожеланий граждан был максимально возможным. Сейчас почти каждый месяц получим. Сколько? Тысячи по три, по две. Ну три, но уже 12. Не хотели или не могут. Судебные приставы накануне Дня защиты детей встретились с должниками по алиментам. Там повороты, горки, нелегко бежать. Сначала заплыв, потом забег. В Кирове прошли соревнования по пятиборью. Активисты начали контролировать ремонт дорог. В общественной палате региона сегодня прошло заседание специальной группы по контролю за дорожными работами. Перейти на эту встречу сегодня, где решали, какие дороги нужно ремонтировать в первую очередь, приглашали всех кировчан. О том, что общественность может принимать участие в решении таких вопросов, еще в середине мая говорил губернатор. Информация о предстоящем заседании была озвучена в СМИ и опубликована в интернете, в том числе на сайте общественной палаты. Елена Чехомова отправилась на заседание проверить, готовы ли жители области принимать участие в решении дорожных проблем. На обсуждение ремонта дорог члены общественной палаты пригласили всех желающих кировчан. Неясно, что тому виной, большая занятость утром в будний день или пассивное отношение к решению вопроса. Но кроме журналистов и общественников сюда пришла лишь пенсионерка Людмила Кучина. Кировчанка говорит, не могла не прийти, накипела. Сама 12 лет за рулем и у меня малолетний ребенок. И когда мы едем по улице Щерса от спортивной гостиницы до перекрестка с улицы Производственной, то это яма на яме. Я вам скажу, что это просто убийство. Мне жалко своего ребенка, мне жалко свою машину. Самые проблемные участки теперь как раз выложены на сайте общественной палаты. Все желающие могут проголосовать, какой из них нужно отремонтировать в самое ближайшее время. По всем местам уже готова проектно-сметная документация, а значит, известна стоимость работ. В понедельник, 6 июня, результаты голосования передадут в администрацию города. Есть предположение, что эти данные в мэрии учтут. Ну и я вас настойчиво прошу, чтобы этот объем учтенных пожеланий граждан был максимально возможен. Еще начальника управления благоустройства и транспорта городадминистрации Вячеслава Симакова настоятельно просили заранее сообщать о местах и сроках проведения всех ремонтных работ. На них выезжают общественные наблюдатели. И, кстати, уже многим недовольны. Получается, у нас призрак проходит не по всему участку, да, а вот тут, например, она прошла, потом здесь перестала, здесь опять прошла. Предупреждать о работах заранее в мэрии обещали. А кроме того, обязались предоставить данные, какие дороги были отремонтированы ранее и все еще на гарантии. Эту информацию общественники тоже внесут в интерактивную карту. И какие участки обязаны восстановить коммунальщики после ремонта сетей. Елена Чехомова, Александр Брызгалов, Бюро новостей Давича. Так представители администрации и поступили с героями нашего следующего сюжета. В письменной форме отчитались жителям домов в Ганино. По их просьбе, что аварийные участки улицы Центральной в поселке золотали еще в апреле. Что крайне удивило людей. Вот он, ответ на обращение граждан микрорайона Ганино. Бумажка, отписка, по-другому тут его и не называют. Поскольку еще в мае люди у чиновников спросили, когда их улицу Центральную отремонтируют. Получили ответ от управления благоустройства и транспорта. Ямочный ремонт проведен здесь еще в апреле. В том же ответе было указано. Отремонтированы аварийные участки улицы Центральной. А это что? Возмущаются люди. Да, признают, несколько ям на дороге действительно заасфальтировали. Но не более того. При этом по-настоящему аварийные участки здесь повсеместно. Приходится по обочине ездить. Вот посмотрите, вот там машина. Сейчас она по встречной полосе пойдет. А по обочинам ходят пешеходы. Так тоже опасно, можно их сбить. И это здесь действительно проблема. Пешеходных тротуаров на Центральной в Ганино нет. Вот и делят теперь пешеходы и водители обочины дороги, которую власти уже не считают аварийной с мая месяца. Я не знаю, конечно, кто это контролирует все. Кто-то должен проверять это. Это же заплачены затраты, это же деньги вложены. Поставлена галочка, что в Ганино произведены работы ремонтные. К тому же и надежды на лучшее у людей уже не осталось. Говорят, на бумаге у чиновников все выходит не так и плохо. Где гарантия того, что спохватятся и выделят деньги на дополнительный ремонт дороги? Сразу нужно было проверять работу дорожных служб, считают люди. Я просто возмутился. Когда я выехал на своей машине, после того, как письмо я получил, дорога вообще разбита. Все работы были сделаны до майских праздников. После майских праздников никто на работу не выходил и больше техники не было. А те, что ямы были, они были засыпаны вот именно известковым камнем. И когда машина вот все уже подсохла, машины ехали, тут пылина такая, дышать нечего. Впрочем, надежда может быть и есть. И разглядеть ее можно в том же ответе от администрации. В этом сезоне, пишут уже в конце письма чиновники, запланирован текущий ремонт проезжей части улицы Центральной. Что имеется в виду? Тот, который уже сделан или это будет дополнительный ремонт? Пока не ясно. Дмитрий Житарчук, Николай Шухарбеев, Бюро новостей, Давича. Официальный комментарий от властей будет или нет. Заасфальтирована полностью улица Центральная в Ганино мы рассчитываем получить сегодня чуть позже. Ночью наша съемочная группа вместе с главой управления благоустройства и транспорта отправится в совместный рейд по городу. Вячеслав Семаков лично проинспектирует ремонтные работы на городских улицах. И уже в четверг мы расскажем, где станут ровнее дороги и чего ждать жителям микрорайона Ганино. К другим темам. Больше миллиарда рублей должны родители своим детям. Эта цифра – общая сумма долга жителей Кировской области по алиментам. Чтобы заставить выплачивать их деньги, судебные приставы почти каждый день обходят квартиры должников. А в канун Дня защиты детей к ним присоединился и уполномоченный по правам ребенка. Подробности у Никиты Тузова. Чего-то вещей я не понимаю. Извиняю, актера какого-то. Каждый визит судебных приставов с проверкой имущественного положения становится для Сергея неприятным сюрпризом. Приставам даже изымать нечего в счет оплаты долга по алиментам. Он превышает 400 тысяч рублей. И это несмотря на то, что Сергей все же перечисляет деньги своему ребенку. Сейчас почти каждый месяц получился. Сколько? Ну, тысячи по три, по две. Ну, три. Нужно 12. А где я столько возьму денег? Я вам объясняю. Соответственно, у вас копится долг. Я знаю. Вот для того, чтобы он не копился, вы должны с его взыскателем этот вопрос решить. Если она пойдет как бы с вами на соглашение какое-то, можно уменьшить по суду сумму уплачиваемых алиментов. И таких неплательщиков, как Сергей, только в этом доме на улице Левитана четверо. А в области количество алиментщиков приближается к пяти тысячам человек. По каждому случаю ведется индивидуальная работа. И даже приходится входить в положение. Вот те, которые не желают платить, теми мерами, которые принимает в отношении него судебный пристав исполнитель, все-таки понуждают его к оплате. И кто-то не может совсем и никак. Тут, к сожалению, судебный пристав исполнитель, применив весь комплекс возможных мер, ну, бессилен. Все же обычно этих мер бывает достаточно. Кроме ареста имущества, судебные приставы, например, в качестве гарантии уплаты долга, могут ограничить праве управления транспортом. Таких неплательщиков в области более 700. Иногда, рассказывает уполномоченный по правам ребенка Владимир Шабардин, убедить должника помогает простой разговор. Проблема, она есть и остается очень серьезной. Это обеспечение прав ребенка на содержание алимента, на обязательство. Вот. Ну и у нас все-таки по предыдущим рейдам были результаты, когда дается кого-то убедить. При этом приставы исполнители напоминают, за злостную неуплату алиментов должнику грозит уголовная ответственность и даже лишение свободы на срок до одного года. Никита Тузов, Данил Кочкин, Бюро новостей, Давича. Тем временем, параллельно с рейдами, приставы продолжают поиски должников, которые злостно уклоняются от уплаты алиментов. В рамках акции «Судебные приставы детям» на входах в подъезды жилых домов появились фотографии неплательщиков, которые задолжали своим детям сотни тысяч и даже миллионы рублей. Тех, кто знает информацию об этих людях, просят обращаться в областное управление службы судебных приставов. С 1 июня вся налоговая отчетность компании появится в открытом доступе. Сведения о доходах и расходах, о налогах и сборах, а также информация о численности работников теперь будет размещаться на сайте Федеральной налоговой службы. Отмечу, что до сегодняшнего дня часть этой информации считалась налоговой тайной и разглашать ее было запрещено. О том, что еще изменилось с сегодняшнего дня, в нашем коротком видеообзоре. С сегодняшнего дня полицейские в Кирове начали регистрировать велосипеды. На театральной площади проходит акция «Береги меня, хозяин». 1, 2 и 3 июня с 10 утра до часу дня любой желающий может сообщить сотруднику полиции название, марку, цвет и серийный номер своего велосипеда. В случае кражи двухколесного транспорта уточнили в областном ОМВД. Это поможет полиции в поисках. Стоит отметить, что на сегодняшний день с начала года в Кирове украдено около 50 велосипедов. С 1 июня начинает действовать упрощенная процедура взыскания задолженности за жилищные и коммунальные услуги. Вернуть долги коммунальщики могут при условии, что задолженность не превышает 500 тысяч рублей. Тогда они вправе обратиться в мировой суд по месту жительства неплательщика. На вынесение решения у судей будет 5 дней. При этом присутствие обеих сторон на судебном заседании не обязательно. Нововведения будут применяться ко всем без исключения, в том числе к малоимущим и многодетным семьям. Закон о бесплатном участке на Дальнем Востоке вступает в силу в первый день лета. Получить землю может любой россиянин, в том числе и несовершеннолетний. На первые 5 лет участок оформляется в безвозмездное пользование. А затем, если за это время человек уже начал осваивать землю, то можно будет оформить участок в собственность или аренду. Отметим, что первым делом землю будут выдавать жителям Дальневосточного региона. О том, как поздравляли сегодня детей и новом конкурсе, расскажем. О второй части выпуска не переключайтесь. Это «Давича», продолжаем выпуск. Сегодня в стране отметили День защиты детей. 1 июня по традиции в Кирове состоялось несколько праздничных мероприятий. Одно из них там, где дети собственно и появляются, у перинатального центра. Здесь в 11 утра была развернута концертная площадка. Для будущих мам и гостей праздника творческие коллективы исполнили несколько песен и продемонстрировали хореографические номера. Причем все артисты – дети непосредственно работников перинатального центра. Поздравила гостей и министр здравоохранения Кировской области Елена Утемова. Она напомнила родителям детей, которые появятся на свет именно сегодня. Повезет еще больше. Все они смогут принять участие в розыгрыше ценных призов на праздновании Дня ребенка. В области отмечают этот день 3 сентября. Все мамы, папы, у которых сегодня будут рождены детишки, при наличии их желания напишут заявление и могут поучаствовать в этом конкурсе и стать обладателем ценного приза. Два года у нас разыгрывались автомобили и счастливые семьи уезжали с Театральной площади в День ребенка в Кировской области на этих замечательных автомобилях. Ярко и весело 1 июня прошло и в детском доме «Надежда». Туда сегодня приехали почетные гости. Ребят не только поздравили с праздником, но и подарили подарки. Чем, ответили дети, увидела Екатерина Зубарева. Нарядные и талантливые. Малыши из детского дома «Надежда» показали сегодня все свои творческие способности. С детским праздником их приехал поздравить глава города и привез подарки. Самокаты и велосипеды, которые ребята очень ждали. И теперь у вас есть возможность покататься. Молодцы, спасибо! Стоит отметить, что в нашем городе за прошлый год было зарегистрировано 157 детей, которые остались без попечения родителей. Однако 60 из них смогли найти приемную семью. Ежегодно на поддержку таких семей из городского бюджета выделяется около 2 миллионов рублей. Оказывают помощь ребятам и попечителям. Фонд Содружества наш, он же уже более 20 лет помогает. Мы участвуем во всех, мы стараемся помочь. А если уж какие-то вопросы, надо было детей отвести, тоже решали вопросы. Поэтому на любую просьбу постараемся помочь, ответить и решить эту просьбу. Поздравляя ребят с праздником, глава города пожелал каждому ребенку обрести теплый и уютный дом и настоящую семью. Екатерина Зубарева, Данил Кочкин, Бюро новостей Дайвича. Традиционный фотоконкурс Гренландии в новом формате. В рамках музыкального фестиваля ежегодно проводится смотр фоторабот. В этом году организаторы решили изменить правила и собрать летопись фестиваля подборку лучших снимков за всю историю конкурса. Как принять участие и какие призы получат авторы лучших работ, узнаете из следующего сюжета. Фестиваль Гренландии теперь уже международный, ведет свою историю с далекого 1984 года. За это время произошло многое. Менялись поколения участников. Да что там, поменялась страна. Одно оставалось неизменным. Атмосфера единения людей в любви к музыкальному творчеству и родине. Число конкурсантов Бардовского форума за эти годы выросло в десятки раз. Количество гостей фестиваля увеличилось в сотни. Менялась и программа фестиваля. Ежегодно организаторы предлагали что-то новое. В этом году одно из нововведений будет касаться фотоконкурса. Выставка фоторабот всегда проводилась по итогам каждой Гренландии. В этом году этот проект было решено сделать более глобальным и обобщить все накопленные с 1984 года материалы. Комитет фестиваля Гренландии объявляет фотоконкурс. Его цель создать фотолетопись. Все фотографии, какие были сделаны за историю фестиваля, вы можете присылать на электронную почту, а также выкладывать в соцсетях с хэштегом «Моя Гренландия». Все будет принято, рассмотрено, а лучшие попадут на фотовыставку. Фотоконкурс «Моя Гренландия» стартовал. Собранные материалы будут использованы для создания музея-фестиваля. Сроки конкурса с 1 июня по 31. Итоги будут подводиться на фестивальной поляне. Победитель получит четырехместную палатку. Лауреаты фотоконкурса «Моя Гренландия» получат аксессуары для активного отдыха на природе. Специальные призы выиграют авторы, фотографии которых наберут больше голосов. Сегодня в Кирове прошло первенство России и межрегиональное соревнование по современному пятиборью среди кадетов. Это спортсмены в возрасте до 15 лет. И хотя само пятиборье включает в себя сразу пять видов спорта, ребята этой возрастной категории участвуют только в забегах и заплывах. Заплыв участников первенства России начался ровно в 10 утра. Спортсмены, которых в этом году собралось сразу 400 человек, были поделены на три возрастные группы. Перед многоборцами старше 12 лет стояла задача преодолеть 100 метров вольным стилем. Для остальных 50. Как отмечают организаторы мероприятия, уровень проведения соревнований растет с каждым годом. Очень хорошее место для проведения. Хорошее спортивное сооружение. Выбрано хорошее время, потому что на улице происходит бег. Хорошая погода, хорошее настроение. День защиты детей. Детишки закончили школу. И в принципе вот эта составляющая сыграла фактор, что мы проводим здесь соревнования. После преодоления водной стихии участников ждала вторая, не менее важная часть соревнований. Бег на открытой местности. Перед спортсменкой из Краснодара Ангелиной Барановой стояла непростая задача. Осилить дистанцию в тысячу метров. Девушка прибежала второй, но своими результатами осталась недовольна. Я тренировалась много, но видимо недостаточно много и хорошо. Трасса сложная просто. Там повороты, горки, нелегко бежать. Преодолеть нелегкую трассу пришлось как юношам, так и девушкам из 18 регионов страны. Алтайского края, Удмуртии, Московской и Нижегородской областей. В наш город спортсмены со всей России приезжают уже в третий раз. И как говорят организаторы, для этого есть все условия. Для того, чтобы провести такие соревнования, во-первых, нужна поддержка Министерства спорта России, Министерства спорта Кировской области, поддержка Федерации. Нам все очень помогают, и поэтому нам эти соревнования дают проводить. А уже к завтрашнему дню, по словам организаторов, станут известны результаты первенства России по современному пятиборью. Такой была эта среда глазами наших корреспондентов. В ближайшие минуты выпуск Бюро новостей Давича появится на сайте девятка.ру. Там же много другой полезной и интересной информации. Делайте новости вместе с нами, сообщайте о событиях в редакцию Давича по телефону 38 48 88. На этом у меня все. В студии работал Дмитрий Житарчук. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok